Спайс-эпидемия Спайс-эпидемия – страшное явление нашего времени. Синтетические психотропные вещества вызывают тяжелое отравление, разрушают печень, нервную репродуктивную систему. Последствия для организма ужасающие. Но наркоторговцы, распространяющие эти запрещенные средства, привлекают молодых людей, вовлекают их в незаконную торговлю и рисуют совсем другую картину. Заманивают в сети легким заработком, обещают, что никто не узнает и ничем им это не грозит. В эфире программа «Правовое поле». С вами Татьяна Трофимова. Сегодня мы говорим о том, как бороться с распространением наркотиков на территории Чувашской Республики. И в гостях у нас в студии старший помощник прокурора Чувашской Республики по взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Якушевич, и начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии Евгений Евстигнеев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Прежде чем начать наш разговор, я вам предлагаю посмотреть сюжет. Колоссальный вред, который не оставляет без своего прицельного удара ни один орган. И они бьют по самому главному. Если раньше нужно было какой-то период для того, чтобы была зависимость, эти могут порвать нашу биологическую программу с первого раза. Поэтому, как рыбка на крючок, наш подросток, который падкий на рекламу, он проглатывает эту заживку, и уже весь мир, который он планировал, разрушается. Сегодня очень важно каждому родителю понять, что именно его ребенок в огромной опасности. Если подросток уже начал употреблять наркотики, то вылечить его от этой зависимости весьма сложно. Понадобится очень много сил и времени. Если случай запущенный, возможен и летальный исход. Другой случай, если молодой человек приступил закон и начал распространять наркотики. Тогда ему грозит уголовное наказание. Лишить свободы могут даже пожизненно. Органы прокуратуры Чуварской республики совместно с органами государственной власти, совместно с правоохранительными органами проводят довольно-таки обширную работу по противодействию как потреблению наркотических средств на территории республики, так и распространению наркотических средств в нашем регионе. В работе по профилактике распространения, по выявлению распространения наркотиков, наркотических средств на территорию Чувашской республики наверное, большую роль играют еще и общественные организации. В чем заключается их работа? Как они вам помогают? К счастью, у нас в республике, в принципе, я думаю, как и на всей территории России, имеется достаточное количество общественных организаций, которые непосредственно помогают прокуратуре, помогают правоохранительным органам, органам государственной власти в профилактике потребления наркотиков и профилактике незаконного сбыта наркотиков. В чем заключается эта помощь? Ну, самое простое, это то, что эти люди, эти члены организации, которые состоят из неравнодушных людей, неравнодушных граждан нашей республики, ежедневно сидят в интернете, смотрят в социальные сети, ходят по улице и видят так называемые незаконные надписи, которые провоцируют на употребление наркотиков или пропагандируют сбыть наркотических средств. В этих случаях они незамедлительно фиксируют этот факт и сообщают об этом к нам в прокуратуру или в прорывкованные органы, после чего непосредственно уже проводится проверка и выявляются лица, которые нанесли эти надписи и предпринимаются меры по удалению этих надписей, если они расположены на улицах, или блокировки данных сайтов, если они расположены в сети интернета. Обычные люди, наверное, они больше доверяют общественникам, потому что они не в форме, потому что там не надо писать заявление, возможно, просто сказал и все. А к вам они не боятся приходить на прием? У нас существует телефон доверия, на который все граждане могут обратиться, в том числе и анонимно. По любому обращению граждан у нас проводится проверка и принимается решение. В случае, если граждане указывают свои данные, то им будет даже дан ответ о том, какие меры приняты. Представители общественной организации вносят весомый вклад в профилактическую работу. В основном они принимают участие в ежегодных профилактических акциях как общероссийского, так и республиканского масштаба, таких как «Дети России», «Полиция и дети», в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в комплексе профилактических мероприятиях, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Люди вообще охотно идут в это обычные граждане, даже не общественные организации, на такое взаимодействие? Часто ли сообщают? Много ли поступает звонков, сигналов каких-то? Можно сказать однозначно, что они могут быть спокойны, потому что, во-первых, даже если они сообщат нам свои контактные данные, что в принципе не обязательно, потому что и у нас, и в органах полиции действует анонимный телефон доверия, куда они могут сообщить о фактах потребления наркотиков, фактах сбыт наркотиков или подобную информацию. Даже если они сообщат свои данные, эти данные, кроме правоохранительных органов, никуда не уйдут. То есть другие лица об этих данных знать ни в коей мере не будут. Кроме того, как вот уже Евгений сказал, что действительно ежегодно проводятся различные акции, в том числе «Сообщи, где торгуют смертью», которая является всероссийской акцией и которая проходит уже много лет на территории всей России. В рамках этой акции на территории различных общественных мест, мест массового скопления людей, торговых центров, в органах полиции, в прокуратуре устанавливаются так называемые почтовые ящики, куда любой желающий, любой неразнодушный гражданин может направить анонимные заявления, соответствующие об известных фактах потребления или сбытия наркотиков. Эти ящики ежедневно проверяются и по всем сообщениям, по всем сигналам, которые оттуда мы получаем, в обязательном порядке проводятся проверки. И, к счастью, по результатам этих проверок имеются определенные результаты и выявляются лица, которые либо сбывают, либо потребляют наркотики. То есть результат есть от этой работы совместной? Я не скажу, что он огромен, да, но результат есть однозначно, и такие акции, я думаю, будут проводиться в дальнейшем и в будущем. В феврале, благодаря такой слаженной работе, сотрудникам МВД Чуваши удалось поймать преступника, который делал закладки в Чубаксарах. Посмотрим сюжет. Стоило вот это вот сейчас? Такой заработок? Конечно, нет. 20-летний житель Московской области понимает, в одночасье изменилась вся его жизнь. Из-за поступки придется ответить по-взрослому. А ведь с того момента, когда он оказался в наркобизнесе, прошло всего два месяца. В октябре молодой человек переехал в Чубаксары. Предложенный способ заработка показался ему необременительным, а перспектива оказаться за колючей проволокой минимальной. Однако его деятельность в столице республики не осталась незамеченной. Оперативникам помогли и общественники движения «Антидилер». Именно они сообщили о подозрительном молодом человеке, который искал что-то по подъездам и дворам, заглядывая в каждый уголок. Получал мелкоптовые партии наркотических средств, так называемые соли, и раскладывал по местам уже, откуда в последующем забирали потребителей наркотических средств. В частном секторе, в частном секторе, где он и был задержан. Но свою главную ошибку подозреваемый совершил намного раньше, когда заинтересовался объявлением в интернете о работе с высоким доходом и дал втянуть себя в хорошо организованный преступный бизнес. В итоге был арестован и стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Возможный срок до 20 лет лишения свободы. Действительно, уберечь детей от употребления наркотиков, от вовлечения их в преступную деятельность по распространению, синтетических веществ, спайсов, чтобы они не делали закладки, это очень важно на данный момент для родителей, для общества в целом, для правоохранительных органов. В связи с этим хочу спросить, как обстоят дела в школах Чувашской Республики? В образовательных учреждениях фактов совершения преступлений либо административных пронушений в рассматриваемой сфере не зафиксировано. Но к нам также поступают сигналы о распространении другого психоактивного вещества, такого как насвай. Данное вещество, к сожалению, пока не приравнено к наркотическим средствам, однако существует административная ответственность за его сбыт. Кроме того, хотелось бы сразу добавить о том, что так называемый насвай, который многие считают не наркотиком, к сожалению, действительно, он пока не признан таковым, но многие врачи, многие наркологи однозначно говорят о том, что он, во-первых, вызывает привыкание, во-вторых, имеют место случаи, что после него, в первую очередь, конечно, подростки переходят на более тяжелые настоящие наркотические средства, и он также вызывает определенные изменения в организме, в первую очередь мозговой работе. Даже очень серьезные. По статистике, среди привлеченных за такую преступную деятельность до распространения наркотиков на территории Чувашской республики, кто чаще привлекается? Это студенты, это ученики школ, или это люди молодые, но более старшего возраста? К сожалению, мы можем констатировать, что по итогам 2018 года мы наблюдаем определенный рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенным несовершеннолетними. То есть, если по итогам 2017 года было зафиксировано всего 55 таких преступлений, то по итогам 2018 таких преступлений было уже 80. То есть, практически в двойном размере произошел рост. Всего таких преступлений в этом году, в прошлом году, совершило 16 человек, что также является небольшим ростом по сравнению с 2017 годом. Конечно, среди них есть и учащиеся, в первую очередь, это учащиеся среди специальных учебных заведений, колледжей, техникумов. Если касательно примеров, то, допустим, в Канаше не так давно, в прошлом году были осуждены три человека. Двое из них студенты Канарского строительного техникума. Один – это студент Канарского медицинского колледжа. Все они были осуждены за 16 фактов незаконного сбыта наркотиков. Они сделали так называемые закладки и получили они наказание в виде реального лишения свободы, самое максимальное, которое – это 6 лет. Евгений, получается, непосредственно ваши сотрудники задерживают этих подростков, молодых людей, которые занимаются распространением. Что они сами говорят? Что их побуждает к этой деятельности? Почему их не останавливает то, что они приступают к закону в этом случае? Как правило, мотивом совершения данных действий является именно корыстная заинтересованность. Но имеется из опыта общения с ними сведение, что первоначально все начинается с обычного употребления наркотиков. Затем, в связи с тем, что стоимость разовой дозы употребления значительная, деньги рано или поздно заканчиваются. И у них возникает желание заработать эти деньги и всегда иметь в наличии наркотические средства, что и побуждает их уже к совершению преступлений. На наш взгляд, существует несколько причин, которые не то что побуждают, но провоцируют, возможно, несовершеннолетних на совершение подобных преступлений. Первая причина, конечно, это правовая безграмотность. Многие несовершеннолетние, к сожалению, не знают, что за данные действия существует какая-либо ответственность. В первую очередь, конечно, уголовная ответственность, которая грозит суровыми наказаниями. в виде реального лишения свободы. Они могут думать, что просто, если я возьму где-то какой-то пакетик с каким-то веществом, расфасую его в маленькие пакетики, спрячу где-нибудь в подъезде или в лесу и так далее, что за это мне ничего не будет. Я буду говорить, что я не знал, что там находится, хотя, конечно, они все прекрасно знают, что там находится, но это сугубо не так. Сам факт того, что он уже сделает так называемую закладку, это уже он совершил преступление, которое связано с незаконным сбытом наркотических веществ, из-за которого уже предусмотрено определенное наказание. И чем больше закладок он это сделает, тем в конечном итоге больше наказания за совершенное деяние он получит. Это первая причина. Вторая причина, конечно, это то, что, к сожалению, данная деятельность, она оплачивается. Да, не будем этого скрывать, и все, я думаю, это прекрасно знают. И подростки, зачастую стесненные в денежных средствах, они берутся за любую работу, а эта работа, по их мнению, бывает относительно легкой. И, конечно, их прощает определенный легкий заработок. И что в совокупности с тем, что они не будут думать о том, что за это есть какая-то ответственность, уже провоцируют их на данное деяние. Ну и третье, как говорят в последнее время психологи, нынешняя молодежь, нынешнее молодое поколение, несовершеннолетних, оно очень самоуверенно. Они будут думать, что вот Иванова, Петрова, Сидорова поймали, меня не поймают. Я буду делать это тайно, буду делать это ночью, буду тщательно скрываться, продумываю план, как это можно сделать. Но хочу всех уверить в том, что это далеко не так. Поскольку сотрудники специализированных органов, органов полиции, которые непосредственно занимают выявлением таких преступлений, они знают десятки, сотни способов, видов этих преступлений. И, говоря простым языком, они на этом собаку съели, и поэтому их провести довольно-таки сложно. Кроме простого наблюдения, они обладают, органы полиции обладают определенными, как сказать, оперативными навыками, они проводят оперативно-розыскные мероприятия, с помощью которых они выявляют эти факты, и говорить о том, что меня сегодня не поймают, но это до поры до времени. И практически, я думаю, что каждое лицо, которое начинает совершать данные действия, в итоге доходит до, скажем, непосудимых. Вообще, даже если говорить по статистике, самое максимальное наказание, которое молодые люди получают за распространение наркотических средств на нашей территории, сколько это? Ну, согласно требуемым законам, максимальное наказание за преступление, связанное с законом о воротах наркотиков, составляет вплоть до пожизненного лишения свободы. Но с учетом того, что это преступление могут совершить несовершеннолетние, несовершеннолетним, максимальное наказание за любое преступление, в том числе, связанное со сбытом наркотиков, не может быть более 10 лет лишения свободы, что на мой взгляд абсолютно немало. Но наркоторговцы, они очень ловко, умело привлекают молодежь в эту сферу, они создают какие-то рекламные блоки, то есть они пытаются идти в ногу со временем, с нынешним поколением. Что делают ваши структуры, что делаете вы, чтобы быть как-то ближе, что ли, к молодежи, чтобы продумывать шаги наперед, вперед преступника? Действительно, в настоящее время все большую актуальность в механизмах распространения наркотиков приобретает сеть интернет. Злоумышленники пытаются максимально распространить информацию о сайтах, с помощью которых возможно приобрести наркотические средства, о учетных записях в программах, о мгновенной передаче сообщений. В настоящее время создана нормативная база, позволяющая блокировать данные ресурсы в несудебном порядке. Это также могут сделать и обычные граждане. Можно зайти на сайт Роскомнадзора и оставить обращение, ссылку на этот сайт, и Роскомнадзор в обязательном порядке это рассмотрит. И если не соответствует данной информации определенным критериям, она будет блокирована. Если добавить к тому, что сказал Евгений, можно сказать, что работники прокуратуры, так же как и работники полиции, они в ежедневном режиме осуществляют мониторинг сети интернет. Например, в том числе и выявление таких интернет-страниц, интернет-сайтов, где содержится запрещенная законная информация, в том числе связанная со сбытом наркотиков или пропагандой потребления наркотиков. И вот если опять возвращаясь к статистике, то только по 2018 году работниками прокуратуры инициирована блокировка в несудивном порядке около 200 таких интернет-ресурсов. Конечно, я не скажу, что это очень много, но с учетом общей деятельности и органов полиции, которые также занимаются данной деятельностью, и общественностью, которые, как уже было сказано, сами могут, любой гражданин сам может через интернет соответствующую обращению Роскомнадзору направить, таких блокировок становится все больше и больше. Какое наказание грозит тем людям, которые наносят на здания гаражей заброшенные здания, вот эти зашифрованные надписи, которые хотят привлечь к распространению наркотиков? Действия лиц, которые наносят указанные надписи с указанием ресурсов, с помощью которых возможно приобретение наркотиков, образуют состав как административного правонарушения, так и в случае, если будет доказано, что данные действия способствуют распространению наркотиков, возможно, привлечение к уголовной ответственности за соучастие в сбыте наркотических средств. А какую работу по профилактике распространения наркотических средств в нашей республике вы считаете наиболее эффективной? И есть ли у нас чему поучиться нашим соседям у других регионов? Можем ли мы еще чему-то поучиться? Нельзя однозначно сказать, что какая-то профилактическая мера, она является самой основной, самой лучшей, самой хорошей. Здесь, наверное, надо говорить и правильно говорить о комплексе мер. То есть, во-первых, что нужно делать? Во-первых, нужно проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Нужно, чтобы каждый человек, независимо от возраста, молодой, взрослый, пожилой человек, знал о том, что жить здорово – здорово – это здорово. То есть, такое выражение получилось. Но оно очень правильное. Потому что, если мы все будем знать о том, что наркотики – это плохо, что ничего хорошего от этого не будет, что ради сиюминутного удовольствия люди могут, по сути, лишиться своей жизни, то и те люди, которые занимаются распространением наркотиков, они потеряют свою нишу. То есть, будет как можно меньше людей, которым они могут реализовывать свой такой плохой товар, скажем так, и тем самым меньше прибыли у них будет от этой деятельности, и меньше лиц будут этим заниматься. Ну и, само собой, кроме пропагандистской деятельности, здесь и правоохранительные органы имеют правоохранительную деятельность. Она играет большое значение, потому что такие лица все-таки есть, такие лица были, и такие лица, к сожалению, будут. И поэтому органы полиции, органы прокуратуры, иные правоохранительные органы вместе с органами госвласти мы будем продолжать заниматься выявлением лиц, которые либо пропагандируют потребление наркотических средств, либо непосредственно занимаются незаконным сбытом наркотиков. И лучшим результатом, наверное, будет статистика снижения количества преступлений в сфере оборота наркотиков. Конечно, мы этого ждем. Конечно, статистика у нас не в полной мере отражает действительную картину происходящего, но я думаю, что она тоже имеет право на существование, поскольку если мы реально, допустим, даже по течение первого полугодия этого года увидим, что количество привлеченных к ответственности, количество лиц, которые стоят на учете в наркологическом беспантере, станет меньше, и в том числе среди молодежи, мы, я думаю, будем в определенной мере довольны своей работой, но это не говорит о том, что будем ее ослаблять. Эта работа будет и органами полиции, и нами, с каждым днем все усиливается и усиливается. Недавно мы с общественниками тоже побывали в таких местах, в которых непосредственно существуют эти надписи. Это не просто надпись на стене здания. Здесь зашифрован ключ, который открывает дверь в преступный мир. И обещания наркоторговцев о беззаботной жизни никого не спасут от наказания. Любой человек, который увидит определенную надпись на доме, на заборе, на ином объекте, который находится на улице, который, возможно, содержит в себе информацию о пропаганде потребления наркотиков или предложения к работе, так называемой, по незаконным продажам наркотических средств. Если эту надпись он не увидит, то он сообщает непосредственно либо в полицию, либо к нам, в прокуратуру. И в последующем уже мы вместе с правоохранительным органом принимаем меры по установлению лица, которые данную надпись нанесли на стены. И, возможно, которые занимаются данной незаконной деятельностью. И также через управляющую компанию принимаем меры по оперативному уничтожению данной информации. По закону управляющая компания обязана содержать территорию в чистоте. Надписи на стенах они уничтожают сами. Помогают также общественные организации. Дальше идет поиск тех, кто делает такие записи. Сегодня благодаря тому уровню взаимодействия между нами, гражданским обществом, прокуратурой и полицией удалось достичь того, что вот такие надписи, они очень недолго держатся на стенах, но на смену одним пойманным наркоторговцам приходят другие. И здесь очень важно оперативно реагировать. И вот возможность, которую декларируют наркоторговцы, она притягивает молодые, неокрепшие души. И чтобы этого не произошло, мы вот обращаемся к населению, чтобы они нам в антидилер сообщали о местах, где появляются такие надписи. А мы дальше уже как некий передачный механизм сработаем, передадим это в прокуратуру, передадим это в полицию. Те люди, которые стоят за этим, они получают постнословные прибыли. Те люди не считаются ни с какой моралью, ни с какими-то нравственными понятиями. Они делают эту рекламу этих наркотиков, приглашая этих ребят торговать для того, чтобы угощали самых близких своих друзей. И это настолько страшная вещь. Поэтому на этом нельзя, на это нельзя закрывать глаза. И мы должны здесь действительно все в рамках межведомственного взаимодействия четко реагировать на все вот эти вот надписи, которые сегодня есть, и на все известия, которые приходят на наши сотовые телефоны. Все специалисты сходятся в одном. Нужно быть внимательнее к своим детям. Если они сидят в социальных сетях, то они уже подвергаются потенциальной опасности со стороны наркоторговцев. Если у ребенка недоверительные отношения с родителями, он может даже не рассказать им о подозрительных сообщениях, предложениях в сети. И это действительно страшно. Могут ли люди сами ходить закрашивать, насколько это законно, такие надписи по своему усмотрению? Или это все-таки должна делать только управляющая компания, или только с разрешения правоохранительных органов? Нужно сообщать об этом либо к нам, либо в полицию, чтобы этот факт был зафиксирован. Это во-первых, да? Во-вторых, если уж вы хотите сами это сделать, помочь управляющим организациям, управляющим компаниям в этой деятельности по уничтожению данной надписи, и все эти действия в обязательном порядке согласовываются управляющей компанией. Если такое согласование будет, если каких-либо жалоб со стороны управляющей компании не будет, а я думаю, в принципе, их не должно быть, поскольку эти люди будут, по сути, их работу делать. То никакой ответственности их привлекать не будут. Теперь я предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям и буквально сказать им пару слов о том, чтобы люди не попадали в такие ситуации, не приступали к закону, и если что-то заметили подозрительное, сообщали соответствующие органы. У нас в управлении действует телефон доверия 58-33-33. Все граждане могут обратиться на него, в том числе не называя своих данных анонимно. Любое обращение граждан будет рассмотрено, по нему будет принято законное решение. Мне хотелось бы обратиться, конечно, в первую очередь к родителям. Мы не призываем контролировать каждый шаг своих детей, поскольку это, к сожалению, может вызвать обратную реакцию. Но мы хотим, чтобы вы были ближе к ним, чтобы ваши отношения были более направлены на взаимное доверие. Ведь чем ближе вы с ним, с своим ребенком общаетесь, тем меньше шансов о том, что ваш ребенок пойдет в плохую компанию, ваш ребенок погубит свое здоровье, употребляя данные наркотические средства, или ваш ребенок, к сожалению, может оказаться на скамье от посудимых, распространяя данные незаконные средства. И поэтому лучше тратить на детей меньше денег, но тратить на них больше своего времени. И это принесет гораздо большие плоды. Спасибо, Алексей. Спасибо, Евгений. Это была полезная информация. Берегите себя и своих детей. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова